19 тонн рельсов, 200 тонн щебня. На новом рынке продолжается строительство разворотного трамвайного кольца. К концу мая такое же кольцо начнут строить в районе дома быта. Поэтому уже 21 мая движение по мосту будет полностью перекрыто. Кольца обустраивают для того, чтобы сохранить трамвайное движение в период закрытия моста. К этому сроку, к 20-25 числу, когда планируется перекрыть полностью путепровод, будут дополнительно выполнены полосы для общественного транспорта, выделенные проспектом строителей и улицы Аносова. Параллельно строители занимаются обустройством временного пешеходного перехода. Сейчас конкретно наши специалисты пока занимаются обустройством пешеходного перехода, который позволит людям с трамвайного кольца на новом рынке переместиться на остановку троллейбуса и в перспективе на остановку трамвая, которая будет в районе дома быта. На данный момент в час пик непростая обстановка на улицах Пионеров, Цеховой, Профинтерна и на проспекте Калинина. При этом еще не все водители привыкли к выделенным полосам для общественного транспорта, которые действуют от улицы Партизанской до площади Октября. Но в целом в ГИБДД заявляют, что хоть дорожная обстановка напряженная, но управляемая. Прошедшая неделя прошла, заторовые ситуации были, старались их минимизировать. Ежедневное взаимодействие шло с трансветом, постоянно включали, отключали зеленую волну, включали, дополнительно получали информацию от нарядов, от жителей города где-то улучшить обстановку. Как с комитетом решали вопрос по установке дополнительных дорожных знаков. Ремонт моста будет завершен только осенью 2023 года. Поэтому сейчас власти решают не только такие проблемы, как движение общественного и личного транспорта, но и вопросы логистики экстренных служб. Особое внимание надо уделить обеспечению своевременного трафика для экстренных служб. Скорая помощь, реанимация, пожарная. Там действительно помощь органов ГИБДД, экипажей, дорожной патрульной службы очень требуется. Как показывает мониторинг, сейчас у многих жителей города дорога на работу или до дома увеличилась на 20-30 минут. После полного перекрытия моста это время увеличится до 50 минут. Добавим, что актуальные схемы движения и новости о ремонте путепровода барнаульцы могут увидеть в телеграм-канале МОСТ. Ирина Корчагина. День с толком.